Перед нами представлен готовый эскиз деталей. Но что же такое эскиз в SolidWorks? Эскиз это набор таких элементов, как линии, окружности, прямоугольники, кривые и еще большое количество различных элементов, которые принято называть объектами-эскизом. Взаимное расположение элементов эскиза определяется двумя инструментами. Первый инструмент это размеры. И с ними все должно быть понятно. Мы привыкли видеть размеры на чертежах. Также они отображаются и на самом эскизе SolidWorks. А второй инструмент называется взаимосвязи. Это своего рода условия взаимного расположения, которые мы задаем для элементов эскиза. К ним относятся параллельность, перпендикулярность, касательность и многие другие виды взаимосвязей. Отлично, мы разобрались, что такое эскиз. А теперь давайте попробуем разобраться, для чего же он нужен. В первую очередь эскиз необходим для того, чтобы создать элемент 3D-модели. Это может быть твердое тело, поверхность или различная справочная геометрия. Но бывают случаи, когда эскиз создается в качестве вспомогательной геометрии и не участвует в создании элемента 3D-модели. Эскизы в SolidWorks делятся на два вида. Это плоские и трехмерные пространственные эскизы. Эскиз, представленный сейчас на экране, является плоским. Все его элементы расположены в одной плоскости. И в рамках базового курса мы ограничимся рассмотрением только плоских эскизов, так как они более востребованы для создания 3D-моделей. А теперь давайте попробуем разобраться, как создавать эскизы в SolidWorks. Для начала создадим новую деталь. Так как во вновь созданной детали отсутствуют какие-либо поверхности и грани, то создавать первый эскиз мы можем только на одной из трех базовых плоскостей. Выберем плоскость спереди и в появившемся меню нажмем кнопку «Создать эскиз». После чего мы попадаем в режим редактирования эскиза. Понять о том, что мы находимся в этом режиме, можно по нескольким факторам. Во-первых, под полосой отката появился новый элемент. Это наш эскиз. По умолчанию SolidWorks присваивает ему имя «Эскиз» плюс порядковый номер. Во-вторых, рядом с наименованием файла появилось наименование редактируемого эскиза. Ну и наконец, в правом верхнем углу рабочего поля появились две кнопки выхода из режима редактирования. Соответственно, с сохранением изменений и без сохранения изменений. Выйдем из режима редактирования без сохранения изменений. А как еще можно создать эскиз? Мы можем воспользоваться главным меню «Вставка» «Эскиз» или в менеджере команд на вкладке «Эскиз» вызвать команду «Создание нового эскиза». После чего программа предложит выбрать плоскость, на которой мы хотим создать эскиз. Давайте опять выберем плоскость спереди. И мы попадаем в уже знакомый режим редактирования эскиза. Как было сказано ранее, любой эскиз состоит из объектов эскиза. И для того, чтобы создать эти объекты, можно воспользоваться меню «Инструменты» «Объекты эскиза», в котором представлены все возможные объекты эскиза SolidWorks. Или воспользоваться менеджером команд на вкладке «Эскиз». Здесь представлены самые необходимые и популярные инструменты для создания объектов эскиза. Давайте рассмотрим, как работать с этими инструментами. Без сомнения, самым полезным и востребованным объектом эскиза заслужена является линия. Как следует из названия, данный инструмент создает отрезок. Однако он не так прост, как кажется изначально. У данного инструмента существует два режима работы. Первый режим называется «Нажать-перетащить». И в самом названии скрыт механизм работы данного инструмента. Мы перемещаем указатель мыши в точку планируемого начала элемента. И зажав левую кнопку мыши, перетаскиваем указатель в точку завершения элемента. После чего отпускаем левую кнопку мыши. Программа создает отрезок, но действие элемента не заканчивается. Мы можем последовательно создавать несколько отрезков. А для того, чтобы завершить действие инструмента, необходимо нажать на кнопку «Отмена» в менеджере свойств. Или клавишу «Escape» на клавиатуре. Второй режим инструмента называется «Нажать-нажать». И суть его заключается в следующем. В точке начала элемента мы щелкаем левой кнопкой мыши. И перемещаем указатель в точку завершения элемента. После чего повторно нажимаем левую кнопку мыши. Обратите внимание, команда продолжает свое действие. И точка завершения предыдущего элемента является точкой начала следующего. Что позволяет пользователю создавать целую цепочку отрезков до того момента, пока он либо не прервет команду нажатием клавиши «Escape», либо не замкнет контур. Еще одной особенностью данного режима является то, что после завершения очередного элемента мы можем вернуть указатель в точку завершения этого элемента, и тогда режим «Линия» переключится в режим «Дуга-покасательный». Причем касательность может происходить как к самой линии, так и к ее перпендикуляру. Для переключения между режимами инструмента нажимайте клавишу «A» английской раскладки. Освоив особенности работы с этим инструментом, вы реально можете ускорить процесс моделирования деталей. Следующий объект эскиза, который я хотел бы рассмотреть, называется «Осевая линия». По способу создания он аналогичен инструменту «Линия», но, естественно, у него есть своя особенность. И заключается она в следующем. Если с помощью инструмента «Линия» мы создаем контур, который воспринимается программой, и мы можем создать какой-либо элемент 3D-модели с помощью этого контура, то контур осевой линии не воспринимается программой. Отсюда возникает логичный вопрос. Зачем же нам нужен такой инструмент? На самом деле способов применения данного инструмента довольно много. Мы можем использовать ее в качестве оси для тел вращения, оси симметрии для объектов эскиза, а также в качестве вспомогательной геометрии для построения самого эскиза. А сейчас давайте выделим осевую линию и обратим внимание на менеджер свойств. Здесь существует один интересный параметр, который называется «Вспомогательная геометрия». Сейчас этот параметр активен. Давайте выключим его. Обратите внимание, осевая линия превратилась в обычную линию. Обратное превращение тоже возможно. Отсюда можно сделать вывод, что с помощью данного параметра можно любой объект эскиза превратить во вспомогательную геометрию и обратно. А следующий инструмент, который хотелось бы рассмотреть, называется окружность. Здесь все намного проще. Существует два варианта создания окружности. Они отображены пиктограммами в менеджере свойств. Первый вариант – создание окружности по двум точкам. Центр окружности и точка на ее периметре. Во втором случае создаем окружность по трем точкам на ее периметре. Обратите внимание, что на самих пиктограммах отображены подсказки в виде точек с порядковыми номерами. Это те точки и их порядок, которые мы должны указать для создания объекта эскиза. Данный алгоритм актуален для большинства объектов эскиза, в том числе и для команды прямоугольник. Здесь существует пять вариантов, для каждого из которых на пиктограмме отображена подсказка. Например, для варианта прямоугольник по углам необходимо указать противоположные вершины прямоугольника. Кроме того, есть еще один параметр, которому стоит уделить внимание. Он часто бывает полезен. Это параметр «Добавить вспомогательные линии». Суть его заключается в том, что при создании прямоугольника мы можем добавить либо диагонали прямоугольника в качестве вспомогательной геометрии, либо линии от средних точек сторон прямоугольника. Инструмент дуга подчиняется все тем же закономерностям, и порядок его создания представлен на пиктограммах. Предположим, мы уже создали новый эскиз. Давайте выйдем из режима редактирования с сохранением изменений. Обратите внимание, в дереве конструирования полоса отката оказалась под вновь созданным эскизом. Это означает, что наш эскиз стал полноценным компонентом дерева конструирования. Какие теперь операции мы можем производить с эскизом? Нажмем на эскиз правой кнопкой мыши, и перед нами появится всплывающее меню с различными операциями над эскизом. Вот основные из них. Команда «Скрыть» — «Отобразить эскиз». Увеличить выбранный элемент в размер экрана. С командами «Погасить» и «Откатить» мы уже знакомы. Их мы рассматривали на первом уроке. При необходимости мы можем изменить плоскость, на которой был создан эскиз. Ну и конечно же команда «Редактировать эскиз» для того, чтобы мы могли вносить какие-то корректировки по ходу проектирования. А теперь давайте посмотрим, каким образом в SolidWorks происходит выбор элементов эскиза. Самый простой способ для выбора одного элемента — это кликнуть по нему левой кнопкой мыши. Для того, чтобы выбрать несколько элементов, зажмите клавиши Shift или Ctrl на клавиатуре и выбирайте элементы эскиза. Различие заключается в том, что с зажатой клавишей Ctrl мы можем как выбирать элементы, так и снимать с них выделение. В то время как с зажатой клавишей Shift мы можем лишь добавлять элементы к выбору. Кроме того, выбрать несколько элементов можно рамкой, но у этой команды есть одна особенность, значительно упрощающая работу с эскизом. Обратите внимание, что в зависимости от положения курсора относительно точки начала команды, рамка может быть синий или зеленый. Если курсор находится справа от точки начала команды, то рамка синего цвета. Такая рамка выбирает только те элементы эскиза, которые полностью находятся в ее контуре. Если курсор находится слева от точки начала команды, то рамка имеет зеленый цвет и выбирает все элементы, которые хотя бы частично находятся в рамке. Кроме того, для более точного выбора мы можем переключиться на инструмент LASSO, нажав правой кнопкой мыши на рабочем поле и выбрав команду «Инструменты выбора» LASSO. Далее мы рассмотрим, как добавлять размеры к детали. Для этого мы можем воспользоваться командой «Инструменты», «Размеры», «Авто». Либо в менеджере команд на вкладке «Эскиз» вызвать команду «Автоматическое нанесение размеров». Добавлять размеры в SOLIDWORKS можно как для одного, так и для двух элементов. Причем в SOLIDWORKS автоматически определить тип размера, будь то линейный, угловой или диаметральный размер. После того, как мы расположили размер на рабочем поле, необходимо указать его номинальное значение и нажать на зеленую галочку или клавишу Enter на клавиатуре. Аналогичным способом добавляем оставшиеся размеры детали. Обратите внимание, когда я выбрал два пересекающихся элемента, SOLIDWORKS автоматически определил, что это угловой размер. После того, как мы образмерили внешний контур детали, необходимо добавить недостающий элемент. Это вырез в верхней части планки. Для его создания воспользуемся инструментом «Прямая прорезь». Создадим объект эскиза. Обратите внимание, в менеджере свойств есть параметр «Добавить размеры». Длину прорези можно задать либо размером между центрами дуг, либо охватывающим размером. По условиям задачи выбираем первый вариант, после чего остается указать интересующие значения размеров. Далее добавляем недостающие размеры к прорези. На этом построение эскиза детали завершено. А сейчас я покажу вам несколько полезных приемов при создании размеров. Предположим, мы создаем деталь тела вращения, и нам необходимо указать диаметр нашей детали. Для этого мы используем инструмент «Автоматическое нанесение размеров». Выбираем основную линию и осевую линию детали. При этом, если указатель мыши находится по ту сторону от осевой, что и основная линия, то создается обычный размер. Но если перевести указатель по другую сторону от осевой, то создастся диаметральный размер. А теперь представим, что мы имеем два объекта эскиза, которые являются либо окружностями, либо дугами. И перед нами стоит задача добавить размер между этими элементами. Выбираем инструмент «Автоматическое нанесение размеров», и по умолчанию SolidWorks создает размер между центрами этих объектов. Но если зажать на клавиатуре клавишу Shift перед нанесением размера, то размер будет создан по касательной к этим элементам. Причем касательность будет происходить в точке, наиболее приближенной к указателю мыши. Но даже уже созданный размер можно настроить по своему усмотрению, перейдя в менеджере свойств на вкладку «Выноски» и выбрав интересующий вариант в окне «Условия для дуги». А теперь рассмотрим, как на эскизе указать длину дуги. Выберем инструмент «Автоматическое нанесение размеров» и поочередно выберем точки начала и конца дуги. А третьим кликом выберем саму дугу. А сейчас давайте вспомним, как мы наносим размеры на чертежах. Помните такое понятие, как размерные цепочки? И основное правило, что размерные цепочки не должны быть замкнуты. Так вот, в SolidWorks существует точно такое же правило. Посмотрите на эскиз деталей. Длина детали 100 мм. В свою очередь, длина детали складывается из трех участков, два из которых имеют свои размеры. Это 40 и 20 мм. Если добавить размеры к третьему участку, то тем самым мы замкнем размерную цепь детали. Давайте попробуем добавить этот размер и посмотрим, что же произойдет. SolidWorks предупреждает нас о том, что своим действием мы замыкаем размерную цепочку и предлагает перевести последний добавленный размер в категорию управляемых. Управляемые размеры – это аналог размеров для справок в ЕСКД. Они не оказывают влияния на геометрию детали. Выберем «Сделать размер управляемым» и нажмем «Ок». Как видите, размер стал серого цвета. А теперь попробуем изменить длину детали. Пусть она равняется 80 мм. Обратите внимание, управляемый размер изменил свое значение в связи с внесением изменений. Теперь давайте выберем размер длины детали. В менеджере свойств переключимся на вкладку «Другие» и поставим галочку напротив параметра «Управляемый размер». Таким образом, мы можем любой размер сделать управляемым, либо наоборот управляющим. После того, как длина детали стала управляемым размером, мы можем сделать размер третьего участка управляющим. И он опять будет определять геометрию нашей детали. Ну вот мы и научились добавлять размеры к эскизу. Но размеры – это не единственный инструмент, который позволяет определить взаимное расположение объектов эскиза. Существует еще один мощный инструмент, и называется он «Взаимосвязи объектов эскиза». Взаимосвязи – это своего рода условия, определяющие взаимное расположение нескольких элементов эскиза. Для того, чтобы добавить взаимосвязи, необходимо выбрать элемент или несколько элементов эскиза, и в менеджере свойств в окне «Добавить взаимосвязи» будет представлен перечень возможных взаимосвязей для выбранной группы элементов эскиза. По условиям задачи необходимо смоделировать деталь прямоугольной формы с двумя отверстиями, расположенными на одной вертикальной оси. Но если вы обратите внимание, то две стороны прямоугольника не параллельны основным осям. Более того, одна из вершин прямоугольника свободно перемещается по рабочему полю. Давайте я покажу вам два способа решения этой задачи, и начну с неправильного способа, пользоваться которым крайне нежелательно. Я могу перетащить мышкой вершину в ту точку, которая мне необходима, и добавить взаимосвязь зафиксированной. После чего переместить вершину будет уже невозможно. Казалось бы, задача решена, но я не советую вам использовать данную взаимосвязь, хотя бы потому, что вы в конечном итоге не можете быть уверены на 100%, что элементы в эскизе расположены именно так, как вам требуется. По факту, отрезок, который выглядит как вертикальный, может таким не являться. Для того, чтобы удалить взаимосвязь, выберите элемент эскиза, и его взаимосвязи отобразятся в менеджере свойств, в окне существующей взаимосвязи, либо в виде пиктограмм на рабочем поле. Выберите интересующую взаимосвязь, кликнув по пиктограмме, или выбрав из списка в менеджере свойств, и нажмите клавишу «Делит» на клавиатуре. Второй способ решения данной задачи предполагает добавление взаимосвязей горизонтальной и вертикальной для сторон прямоугольника. Выберем одну из сторон, и добавим необходимую взаимосвязь. Обратите внимание, что SolidWorks выделяет жирным шрифтом предпочтительную взаимосвязь. Повторим операцию для второй стороны прямоугольника. После чего осталось расположить верхние отверстия детали относительно нижнего. Сделать это можно, добавив взаимосвязь вертикальной для центров отверстий. Выберем оба центра, и добавим интересующую взаимосвязь. Как вы видите, взаимосвязи вертикальной и горизонтальной можно добавлять не только для отрезков, но и для нескольких точек. На следующем примере рассмотрим ситуацию, когда нам необходимо расположить отрезки не параллельно базовым осям, а параллельно или перпендикулярно другому отрезку. В роли базового отрезка будет выступать вот эта линия, повернутая на 115 градусов относительно горизонтальной оси. Выберем интересующие отрезки вместе с базовым. И в менеджере свойств добавим взаимосвязь параллельной. Точно так же добавим условия перпендикулярности для этого отрезка. И повторим операцию для второго отрезка. Рассматривая следующий эскиз, мы видим, что правый верхний угол детали не замкнут. Кроме того, расположение верхней кромки не определено по горизонтальной оси, а расположение выреза не определено по вертикальной. Начнем с того, что замкнем контур детали. Для этого выберем две интересующие точки и в менеджере свойств добавим взаимосвязь слить. Следующим шагом расположим верхнюю кромку на одной прямой с нижней. Для этого в Solidworks существует взаимосвязь коллинеарной. А для того, чтобы расположить вырез по вертикальной оси, добавим условия равенства двух отрезков, для того, чтобы вырез располагался посередине вертикальной стороны. А на следующем примере мы рассмотрим такие взаимосвязи, как касательность и концентричность. Для начала добавим условия касательности между дугой и отрезком. Выбираем их и добавляем взаимосвязь в менеджере свойств. После чего добавим концентричность между окружностью и дугой, выбрав оба элемента и добавив взаимосвязь из менеджера свойств. В этом примере нам необходимо расположить два отверстия на окружности 90 мм и зеркально-относительно вертикальной оси. Для начала выберем центр одного из отверстий и саму окружность, после чего добавим взаимосвязь совпадения. Далее, для того, чтобы добавить условия симметричности отверстий, выберем оба отверстия и ось симметрии. Затем добавим взаимосвязь из менеджера свойств. Теперь, если мы изменим положение первого отверстия, например, откорректируем угол 45 градусов на 30, то оба отверстия будут перемещаться совместно. А в этом примере необходимо расположить перекрестие двух осевых линий в исходной точке. Для этого выберем обе линии и исходную точку, после чего добавим взаимосвязь пересечения. Оба отрезка пересекутся в выбранной точке. Следующим этапом добавим взаимосвязь карадиальной. Карадиальность – это одновременное условие концентричности и равенства дуг или окружностей. А теперь давайте вспомним школьные уроки геометрии. Для начала создадим медиану треугольника. Напомню, что медиана – это линия, соединяющая вершину треугольника с середины противоположной стороны. Сейчас точка будущей медианы свободно передвигается по стороне треугольника. Для того, чтобы результат был более наглядным, я добавил два управляемых размера. Выберем точку будущей медианы и сторону треугольника. И добавим взаимосвязь средняя точка. Теперь точка медианы делит сторону треугольника на два равных отрезка. Отменим последнее действие и создадим биссектрису угла треугольника. Напомню, что биссектриса делит угол треугольника пополам. А для того, чтобы результат был более наглядным, я добавил два управляемых размера. Выберем стороны угла треугольника и осевую линию. После чего добавим взаимосвязь симметричной. Биссектриса угла треугольника готова. А сейчас мы рассмотрим, какие операции можно производить со взаимосвязями. На экране представлен готовый эскиз деталей с нанесенными размерами и взаимосвязями. Для того, чтобы отобразить взаимосвязи какого-то конкретного элемента, выберите этот элемент, и на рабочем поле отобразятся пиктограммы взаимосвязей этого элемента. Эти же взаимосвязи отобразятся и в менеджере команд в окне существующей взаимосвязи. А для того, чтобы отобразить сразу все взаимосвязи эскиза, вызовите выпадающее меню «Скрыть отобразить объекты» и выберите команду отображения взаимосвязи эскиза. Если сейчас выбрать взаимосвязь на рабочем поле, то будет подсвечен тот элемент или элементы, для которого данная взаимосвязь была добавлена. Для того, чтобы удалить взаимосвязь, выберите ее на рабочем поле и нажмите на клавиатуре клавишу Delete. Или как вариант, выберите элемент эскиза и удалите взаимосвязь из менеджера свойств. Вы, наверное, уже обратили внимание, что некоторые элементы эскиза окрашены в черный цвет, в то время как остальные в синий. Дело в том, что элементы эскиза могут быть определенными, недоопределенными и переопределенными. Определенные элементы – это те элементы, положение которых на рабочем поле однозначно определяется набором размеров и взаимосвязей. Такие элементы эскиза окрашиваются в черный цвет, и перетащить такой элемент мыши не получится. Сейчас перед вами полностью определенный эскиз. Поднять это можно по надписи в строке «Состояние», а также по отсутствию дополнительных знаков наименования эскиза. Давайте посмотрим, что будет, если удалить размер 42 мм. Теперь размеров и взаимосвязей недостаточно, чтобы однозначно определить положение верхней кромки детали на рабочем поле. Следовательно, элемент является недоопределенным и окрашивается в синий цвет. Такие элементы легко поддаются перетаскиванию мышью. Обратите внимание, что состояние эскиза в строке «Состояние» изменилось на «Недоопределен», а в дереве конструирования перед наименованием эскиза появился значок «Минуса». Если же набор размеров и взаимосвязей вызывает конфликт или их количество излишне, то такие элементы являются переопределенными и окрашиваются в красный или желтый цвет соответственно. Давайте добавим коллинеарность для этих двух линий. Так как условие коллинеарности противоречит размеру 30 мм, то элементы становятся переопределенными и вызывают конфликт. Такие элементы окрашиваются в красный цвет, а в строке «Состояние» появляется надпись «Переопределен». Отменим последнее действие, нажав Ctrl-Z и добавим еще один размер 30 мм. Этот размер не вызывает противоречий, однако является излишним, так как такой размер уже существует, поэтому дублирующие размеры окрашены в желтый цвет. Такое состояние тоже называется переопределенным. Переопределенные эскизы отображаются в дереве конструирования с желтым восклицательным знаком и плюсом перед наименованием эскиза. Если разобраться самостоятельно, какие элементы эскиза необходимо откорректировать не получается, то нажмите на надпись «Переопределен» в строке «Состояние». В менеджере свойств запустится вспомогательный инструмент под названием SketchExpert, который поможет решить существующие конфликты эскиза. Нажмите кнопку «Исправление вручную» и программа выдаст список всех размеров и взаимосвязей, участвующих в конфликте. Или нажмите кнопку «Диагностика», тогда SolidWorks предложит несколько вариантов решения конфликта. В окне «Результаты» показан номер решения и их общее количество, а также есть стрелки для переключения между решениями. В окне дополнительная информация «Свойства», а также на рабочем поле отображаются взаимосвязи и размеры, которые необходимо удалить для решения конфликта. В данном случае программа предлагает три варианта решения конфликта. Подходящим является вариант номер 1 или 2, который удалит дублирующий размер. Нажмем кнопку «Принимаю». Теперь эскиз не является переопределенным. Существует возможность автоматического добавления размеров и взаимосвязей для полного определения эскиза. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Инструменты», «Размеры», «Полностью определенный эскиз». В менеджере «Свойств» появятся следующие настройки данной команды. В окне «Объекты для полного определения» выберите элементы эскиза для применения к ним команды. Это могут быть все объекты эскиза или выбранные вручную конкретные элементы. В окне «Взаимосвязи» укажите, какие взаимосвязи допускается добавлять к элементам эскиза. В окне «Размеры» укажите характер добавления горизонтальных и вертикальных размеров. Возможные варианты. Цепочка. Когда каждый последующий размер будет начинаться в точке окончания предыдущего. Базовая линия. Все размеры будут начинаться из одной точки. Ординатный. Размеры будут выстроены по шкале. Давайте выберем ординатный вариант для горизонтальных и вертикальных размеров. Кроме того, укажите точку отсчета для обоих направлений. И расположение размеров относительно эскиза. Над или под эскизом, и слева или справа от эскиза. Подтвердим команду. Как видите, эскиз полностью определён. Кроме того, SolidWorks даже сгруппировал одинаковые отверстия. Посмотрим на этот эскиз. На нём изображены две, на первый взгляд, одинаковые детали. Но если мы начнём менять эскизы, например, изменим длины деталей, то различия сразу же становятся очевидными. Так вот, замысел проекта – это как раз то, как ваша деталь реагирует на внесение в неё изменений. Вы наверняка замечали, что даже большие и сложные сборки опытных пользователей SolidWorks легко поддаются редактированию, в то время как даже маленькие и простые сборки и детали новичков загораются гирлянда ошибок после внесения в них незначительных изменений. Всё дело в том, что одну и ту же геометрию можно описать множеством комбинаций размеров и взаимосвязей. Так какой же вариант выбрать? Всё зависит от конкретного назначения детали. Вернёмся к нашему примеру. Предположим, два отверстия диаметром 15 мм присоединяются к ответной детали, которая имеет расстояние между отверстиями 60 мм. В этом случае логично указать это расстояние на эскизе и выбрать верхний вариант. Но если отверстия не работают в паре, а наоборот должны независимо друг от друга располагаться на расстоянии 20 мм от кромки детали, то тогда конечно же выбираем нижний вариант. Иногда выбор может стоять между размером и взаимосвязью. Изменим высоту деталей. Как видите, в верхней детали отверстия выровнены относительно средней точки боковой кромки. А в нижней детали положение отверстий задано размером 20 мм от верхней кромки. Поэтому создавая детали, тщательно продумайте, какие размеры и взаимосвязи использовать. Я надеюсь, что с понятием замысел проекта более-менее понятно. В любом случае, по ходу обучения мы еще не раз вернемся к этому термину. А сейчас давайте рассмотрим, какие существуют инструменты для работы с эскизом. Инструменты эскиза позволяют производить операции над созданными ранее объектами эскиза. Данные команды находятся в меню «Инструменты», «Инструменты эскиза». Вы видите, что в эскизе не хватает скруглений и фасок. Давайте начнем с добавления скруглений по виду «B». Вызовем команду «Инструменты», «Инструменты эскиза», «Скругление» или в менеджере «Команд» на вкладке «Эскиз» выберем «Скругление». В менеджере «Свойств» укажем величину скругления. В окне «Элементы для скругления» последовательно укажем два непараллельных отрезка, либо точку пересечения двух отрезков. Далее необходимо подтвердить команду. Обратите внимание, что когда рядом с указателем мыши появляется вот такой значок с изображением компьютерной мыши и галочкой на ее правой кнопке, то подтвердить команду можно простым нажатием правой кнопки мыши. Но эта функция доступна только пока вы не сместите указатель после последней команды. Программа создаст скругление, но размер добавится только к последнему выбранному элементу. Для остальных элементов скругления будет создана взаимосвязь равенства. Это удобно, если в последующем необходимо редактировать величину скруглений совместно. Если необходимо добавить размер каждому скруглению, в менеджере «Свойств» в окне «Параметры скругления» поставьте галочку напротив параметра «Нанести размеры на все скругления». В данном случае скругления не будут связаны и их возможно будет редактировать раздельно. Аналогично добавим скругление по виду «А». Теперь необходимо добавить заходные фаски для резьбы. Вызовем команду «Инструменты», «Инструменты эскиза», «Фаска» или выберем команду «Фаска» в менеджере «Команд». В менеджере «Свойств» выберите один из вариантов. Угол. В этом случае необходимо указать размер катета фаски и угол наклона. Расстояние. В этом случае фаска определяется двумя катетами. Если фаска имеет равные стороны, включите галочку напротив параметра «Равное расстояние». Тогда необходимо указать всего один размер катета. Исходя из условий задачи, выберем параметр «Угол». После чего на рабочем поле последовательно выберите два непараллельных отрезка, либо точку пересечения двух отрезков. Команда «Отсечь» применяется для удаления лишних частей элементов эскиза. Вызовите команду «Инструменты», «Инструменты эскиза», «Отсечь» или в менеджере «Команд» переключитесь на вкладку «Эскиз» и выберите «Отсечь» объекты. Существует пять различных вариантов работы с командой. Автообрезка. Наиболее универсальный вариант. Зажмите левую кнопку мыши и нарисуйте траекторию. Все элементы эскиза, пересекающие траекторию, отсекаются до ближайшего пересечения с другим объектом эскиза. Угол. Применяется для пересекающихся отрезков. Выберите поочередно оба отрезка. Сторона противоположная выбранной будет отсечена. Команда «Угол» может применяться и для непересекающихся отрезков. В таком случае продлевает оба отрезка до точки их пересечения. Отсечь «Внутри». Командой удобно пользоваться при большом количестве пересекающихся элементов в эскизе. Сначала выберите два разомкнутых элемента или один замкнутый, например, окружность. По следующим выборам укажите элементы, у которых необходимо отсечь все участки, не вошедшие в выбранную область. Отсечь «Снаружи». Аналогичен инструменту «Отсечь внутри», но отсекает все участки снаружи выбранного контура. Отсечь до ближайшего. Выбирайте левой кнопкой мыши участок элемента эскиза, который необходимо отсечь до ближайшего пересечения с другим объектом эскиза. Аналогичная команда, продлевающая элемент эскиза, называется «Удлинить». Для вызова команды выполните следующее. Инструменты, инструменты эскиза «Удлинить». Или в менеджере команд переключитесь на вкладку «Эскиз» и выберите «Удлинить объекты». Выберите участок кривой, который необходимо продлить до пересечения с другим объектом эскиза. Массив элементов – это набор копий исходного элемента, расположенных по определенной закономерности. Копии исходного элемента называются экземплярами. В эскизе предусмотрено создание массивов двух типов. Это линейный и круговой массивы. Для создания линейного массива вызовите команду «Инструменты», «Инструменты эскиза», «Линейный массив». Или в менеджере команд переключитесь на вкладку «Эскиз» и выберите «Линейный массив». В менеджере свойств необходимо заполнить следующие параметры для окон направления 1 и направления 2. Это расстояние между экземплярами. Укажем значение в 12 мм для оси Х. Под полем «Расстояние» находится маркер «Размещение размера». Включим его, чтобы программа добавила размер на рабочее поле. Количество экземпляров. Укажем значение 8 штук. Под полем «Количество экземпляров» находится маркер «Отобразить количество экземпляров». Включите его, чтобы программа добавила на рабочее поле количество экземпляров для возможности последующей корректировки параметра. Угол. При необходимости укажите угол, на который отклонится направление массива от выбранной оси. Для оси Y укажем количество экземпляров равное 6, а шаг между экземплярами 16 мм. В окне «Объекты массива» укажем элемент или несколько элементов эскиза, которые будут являться исходным элементом для массива. В окне «Пропустить экземпляры» при необходимости укажем те экземпляры, которые необходимо пропустить. Изменение направления массива осуществляется нажатием этой кнопки. Подтвердим команду. Обратите внимание, что если при вызове команды были выбраны какие-то элементы, они автоматически будут выбраны в качестве объектов массива. Для создания кругового массива вызовем команду «Инструменты», «Инструменты эскиза», «Круговой массив». Или в менеджере команд, переключившись на вкладку «Эскиз», выберем «Круговой массив». В менеджере «Свойств» заполним следующие параметры. Объекты массива по аналогии с линейным массивом. Также необходимо выбрать ось вращения, либо указать ее координаты. Количество экземпляров в массиве. Интервал в диапазоне от 0 до 360 градусов. Если параметр «Равный шаг» выбран, то экземпляры расположатся равномерно по всему интервалу. Если же параметр «Равный шаг» выключен, то шаг между экземплярами будет равняться интервалу. Чтобы отобразить на рабочем поле размеры радиуса, поставьте галочку напротив этого параметра. Параметр «Размер углового интервала» автоматически отключает параметр «Равный шаг», так что возможно выбрать только один из этих двух параметров. А для изменения направления массива нажмите эту кнопку. При необходимости пропустите некоторые экземпляры. Подтвердите команду. Обратите внимание, что после подтверждения команды экземпляры массива остались недоопределенными. Это произошло из-за того, что ось массива осталась недоопределенной. Привяжем ее к исходной точке, и эскиз полностью определится. Зачастую возникает необходимость зеркально отразить часть или весь эскиз относительно какой-то линии. Для этого в SolidWorks существует инструмент под названием «Зеркальное отражение». Вызвать команду можно через пункт меню «Инструменты», «Инструменты эскиза», «Зеркальное отражение». Или в менеджере команд, переключившись на вкладку «Эскиз» и выбрав «Зеркально отразить объекты». В менеджере свойств укажите «Объекты для зеркального отображения», выбрав элементы эскиза на рабочем поле. Выберем все элементы эскиза, кроме центрального отверстия диаметром 25 мм, в качестве объектов для отражения. Не забудьте указать ось симметрии. Если вам необходимо просто отразить элементы, удалив исходные, снимите галочку с параметра «Копировать». Подтвердите команду. Как видите, в этом случае все размеры и взаимосвязи оказались потеряны. Отменим последнюю команду. Для того, чтобы отразить элементы копированием, поставим галочку напротив параметра «Копировать» и подтвердим команду. Как видите, в этом случае размеры и взаимосвязи остались у исходных элементов. А к вновь созданным элементам добавились в взаимосвязи симметричность. Для ускорения работы перед вызовом команды выберите все элементы, которые необходимо отразить, и осевую линию. Затем вызовите команду. Программа сразу отразит элементы копированием относительно выбранной оси. Однако помните, что данный алгоритм работает только в том случае, если среди выбранных элементов есть только одна линия, которая является вспомогательной геометрией. Также существует возможность динамического зеркального отображения. То есть все вновь созданные элементы эскиза будут отражаться относительно выбранной оси. Давайте попробуем создать эскиз деталей фиксатор. Создадим новый документ деталь. На плоскости спереди создадим новый эскиз. И проведем вертикальную осевую линию через исходную точку. Вызовем команду инструменты, инструменты эскиза, динамическое зеркальное отображение. И выберем линию эскиза. На краях линии появится два коротких штриха. Это означает, что режим динамического зеркального отображения включен. Начнем создавать эскиз. И элементы эскиза будут появляться по обе стороны от выбранной линии. Для выхода из режима еще раз вызовите команду. Осталось только добавить размеры, и эскиз деталей готов. Во время редактирования геометрии эскиза может возникнуть потребность переместить, вращать, копировать или отмасштабировать объекты. Для вызова этих функций необходимо перейти в меню инструменты, инструменты эскиза, либо нажать правой кнопкой мыши на рабочем поле и выбрать пункт инструменты эскиза. Команда переместить объекты. В менеджере свойств в окне объекты для перемещения укажем элементы эскиза, которые необходимо переместить. В окне параметры выберем один из двух вариантов перемещения. От одной точки к другой. В данном случае необходимо указателем мыши выбрать начальную и конечную точки. XY. Необходимо указать величину смещения по осям X и Y. Команда повернуть объекты. В менеджере свойств в окне объекты для вращения укажем элементы эскиза, которые необходимо повернуть. В окне параметры укажем центр вращения и величину угла поворота. Команда масштабировать объекты. В менеджере свойств в окне объекты для масштабирования укажем элементы эскиза, которые необходимо отмасштабировать. В окне параметры укажем точку, относительно которой будет происходить масштабирование. Коэффициент масштабирования. И число копий. Подтверждаем команду. На этом мы закончили изучение основных команд для работы с эскизом в Solidworks. В следующем уроке мы начнем создавать элементы 3D моделей. Спасибо за внимание.